Имя гениального русского писателя Льва Толстого Проместитель директора Центра образования Надежда Токарюк Брак без любви чреват любовью без брака И это постулат, прописная истина Как ни что другое подходит к знаменитому роману Анны Карениной Льва Николаевича Толстого Анна Каренина это достаточно целостное произведение И нельзя его рассматривать отдельно как бытарство падшей женщины Или неверность мужей Это прежде всего глубокофилософское произведение Анна Каренина одна из моих любимых книг И первое знакомство мое произошло с ней Когда мне было 15-16 лет Это старшие классы школы Возможно сейчас найдется такой подросток Который поймет поиски жизни Левина Или принципы жизни Каренина Но тогда для меня были интересны дамы в кринолинах В изысканных шляпках с кружевными зонтиками Холеные мужчины во фраках, в перчатках, в цилиндрах И детки в матросках, в платьях с потолончиками Все это завораживало меня На протяжении всей жизни я возвращалась к Роману Анны Карениной И каждый раз открывала для себя что-то новое Вот так возвращаясь в очередной раз к Роману Для меня стала близка сюжетная линия с Китти И полная противоположность Анне Я ее даже в какой-то степени презирала Ее отношение к семье Мне не хотелось о ней читать И злорадно было описание их не сложившейся совместной жизни с Фронским Ну а следующее мое прочтение наоборот Меня как можно глубже подтолкнуло к Анне Мне стало интересно ее слушать Я прониклась ее жизнью, ее эмоции мне были интересны и близки И в какой-то степени даже мне было ее жаль Она для меня действительно жертва Обстоятельств, толпы, общества Но осуждать ее я не вправе Следующее же мое знакомство с Романом Было уже достаточно позже, спустя 10 лет И полностью для меня открылся Роман с новой точки зрения И мне стала близка позиция Доли Облонской Которая действительно по-настоящему относилась к семье Ее материнская сущность и инстинктивное предназначение Именно матери в семье Конечно, у меня вызвали чувство уважения Образ Доли полностью противоположность Анне Карениной Которая пренебрегла семьей, сыном И полностью с головой окунулась в любовную страсть с Фронским Что сделала эта книга прежде всего со мной? Она вернула меня к пониманию, что семья – это самое главное в жизни женщины И не только женщины, а человека в целом Только в семье человек по-настоящему счастлив И что семью нужно ценить, оберегать, как хрупкую вазу И сделав несчастными близкими людей в одной семье Невозможно стать счастливым в другой семье Я думаю, что я этот роман прочту еще не один раз И каждый мой приобретенный жизненный опыт И пережитые обстоятельства жизненные, конечно, Мне помогут открыть то, что возможность сейчас для меня Еще до конца не открылась Все счастливые семьи похожи друг на друга Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему Все смешалось в доме Облонских Жена узнала, что муж в связи с бывшей в их доме француженкой гувернанткой И объявила мужу, что не может здесь с ним жить в одном доме Положение это продолжалось уже третий день И мучительно чувствовалось и самими супругами И всеми членами семьи, и домочадцами На третий день после ссоры Князь Степан Аркадьевич Облонский стила Его звали так, в свете В обычный час, то есть в восемь часов утра Проснулся не в спальне жены А в своем кабинете На софьяном диване Он повернул свое полное выхоленное тело На пружинного дивана Как бы желая опять заснуть надолго С другой стороны крепко обнял подушку И прижался к ней щекой Но вдруг скачал, сел на диван и открыл глаза Анна Каренина, Лев Николаевич Толстой Я всем рекомендую обязательно прочитать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова